В период войн и завоеваний она была самой могущественной воинственной державой своего времени, силой, которая крушила армии и поглощала империи. Династия, которая разрасталась, чтобы стать первым великим царством в Малой Азии. Государство, основанное на самой передовой юридической системе своего времени. Цивилизация, которая формировала культурные связи между Древними Востоком и Западом. Язык, который является самым ранним образцом всех индоевропейских языков. Мифология, оказавшая влияние на греческую и римскую литературу, а также на Библию. Цари, побеждавшие фараонов в величайших битвах в истории. Независимые гордые мужчины и женщины, которые правили Ближним Востоком. Империя, которая изменила древний мир. Хетты. КОНЕЦ 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 Кадеш, 1274 год до Рождества Христова. Идет решающая битва между двумя супердержавами своего времени. С одной стороны, египетская армия под командованием легендарного Рамзеса II. Противостоит Рамзесу сила, которая наводит страх на всех своих врагов, но со временем превратится лишь в мелкое примечание на страницах истории. Цивилизация, забытая на три тысячелетия, пока ошеломительные археологические открытия не ознаменовали ее возрождение. Малая Азия, сегодня известная как Анатолия, регион, занимающий центральную и северную часть Турции. Это территория, граничащая на западе с Грецией, на востоке с Ираном и Ираком, на юге с Сирией, на севере с Россией. В 1834 году французский археолог Шарль Феликс Мари Тексье работал в Центральной Анатолии. Поблизости от городка Богаскей Тексье обнаружил развалины неизвестного древнего города. В загадочном городе сохранилось множество стен и рельефов со странными иероглифическими надписями. Но в то время находка не вызвала в археологическом сообществе особого интереса. Сорок лет спустя рельефы, статуи, оттиски, печати начали обнаруживать по всей Анатолии и в Сирии. Интригующие находки указывали на цивилизацию, имевшую общую письменность и занимавшую обширную территорию от западной Турции до северной Сирии. Хетты В 1876 году Арчибальд Генри Сейс в Лондонском обществе библейской археологии выступил с ошеломительным сообщением. Сейс заявил, что установил связь между всеми памятниками и смог частично расшифровать один из каменных рельефов. Он настаивал на том, что все эти надписи принадлежат хеттам. Академическое сообщество было поражено. Ученым ничего не было известно о хеттах, не считая нескольких беглых упоминаний о них в Библии. Согласно Ветхому Завету, они были всего лишь одним из многих племен, населявших Древнюю Палестину. Величайшим сюрпризом, разумеется, стало то, что это непримечательное племя, упоминающееся в Библии, должно было занимать столь обширную территорию, иметь свои тексты и обладать политической силой. Допустив, что хетты действительно могли править большим царством, расположенным между древними Месопотамией, Египтом и Эгейцами, ученые обратили пристальное внимание на Богаскей. В 1906 году в Богаскей отправилась археологическая экспедиция под руководством Гого Винклера и Теодора Макриди. Ученые скоро обнаружили множество табличек с кленовидными значками, текстами, записанными путем вдавливания тростникового стеллоса в мягкую глину. Эти кленовидные значки представляют собой слоги и слова, которые читаются слева направо. Многие из этих текстов были написаны на аккадском языке, международном языке древних времен. Аккадский уже был расшифрован, поэтому ученые смогли сразу прочитать эти таблички. Через несколько недель раскопок археологи нашли примечательный документ – глиняную табличку с текстом, имеющим отношение к так называемым «недоразумениям между египтянами и хеттами». Пристальное исследование показало, что этот текст на самом деле – мирный договор между фараоном Рамзесом II и царем хеттов Хатуссилисом III, подписанной после битвы при Кадеши, то есть этому договору 3000 лет. Это был очень важный мирный договор и, вероятно, один из самых первых, если вообще не самый первый мирный договор в истории. Сегодня его можно видеть выставленным у входа в Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке. В течение шести лет археологи нашли более 10 тысяч табличек и фрагментов. Расшифрованные тексты показали, что бог Аске был не просто хеттским городом, на самом деле он был столицей хеттов и в древности назывался Хатуса. Многие тексты были написаны на Аккадском, но еще сотни на совершенно незнакомом языке. Это должен быть хеттский. Археологи понимали, чтобы больше узнать о хеттском царстве, необходимо расшифровать этот язык. Чешский лингвист Бедржих Грозный, специалист по клинописи, загорелся желанием понять загадочный язык хеттов. Весь 1915 год Грозный без устали пытался взломать шифр. Он предположил, что хеттский язык обладает грамматическими характеристиками, типичными для всех индоевропейских языков, в том числе для английского и немецкого. И в один прекрасный день Грозному удалось вычленить слово «хлеб». Он предположил, что во фразе, содержащей слово «хлеб», должны быть также слова «есть» и «пить». И затем он расшифровал целую фразу. «Теперь ты будешь есть хлеб, потом ты будешь пить воду». Бедржих Грозный не просто расшифровал некий язык. На самом деле он смог прочитать древнейшие из известных ныне индоевропейских языков. Хеттский язык принадлежит к индоевропейской семье языков. Это самые ранние свидетельства. Индоевропейская семья – группа языков, доминирующая в современной Европе. Другие древнейшие языки этой группы – санскрит, латынь, греческий и так далее. Она представлена языками, на которых сейчас говорит большинство из нас – английским, французским и так далее. Поскольку она тесно связана с европейским континентом, ученые были очень удивлены, обнаружив язык этой группы в Анатолии, которая считается частью Азии. Достижение Грозного дало возможность специалистам прочитать более 25 тысяч хеттских табличек и фрагментов, найденных в Хатуси и других городах. Это были договоры, письма, ритуалы, законы, молитвы и многое другое, что пролило новый свет на хеттов и древний Ближний Восток. Таблички содержали названия городов, имена песцов, царей и цариц. После трех тысячелетий молчания хеттские мужчины и женщины, наконец, были готовы поведать свою собственную историю. Восемнадцатом веке до Рождества Христова на земле Анатолии царил хаос. Непрестанные войны между местными городами-государствами погрузили во мрак процветающий бронзовый век. Чтобы выжить и не быть завоеванными, царства должны были сами становиться завоевателями. Среди множества групп, погрязших в этой суете, был и народ под названием Хатти. Наряду с Хатти в этом регионе обитала и другая группа, говорящая на индоевропейском языке, которая, вероятно, появилась в Анатолии в третьем тысячелетии до нашей эры. В семнадцатом веке до нашей эры эта группа завоевала Хатти, присвоила их названия и ассимилировала их культуру. Этой группой и были хетты. Хетты принадлежали к одному из племен индоевропейской языковой семьи. Когда откуда и каким путем они появились в Анатолии, хеттологи до сих пор не пришли к единому мнению. Хатти уже жили в Анатолии, когда туда прибыли хетты. Хетты называли свою территорию земля Хатти, в честь Хатти, и на самом деле слово хетты происходит от названия этого народа. Начальный период хетского царства окутан мифами и легендами. Считается, что примерно в 1650-е годы до нашей эры правитель хеттов сумел объединить все разрозненные племена под своим началом, тем самым образовав хетское царство. Затем он перенес столицу нового царства в Хатуссу и взял имя Хатуссилис, что означает «человек из Хатуссы». Имея на западе от себя враждебные племена Арцава, а на юго-востоке могущественные государства хурийцев и Месопотамию, Хатуссилис понимал, что необходимо громко заявить о себе. Он без промедления начал воевать. За короткое время хетты захватили земли в Восточной Анатолии и Северной Сирии. Государства, которые сдавались без боя, избегали разграбления и разрушений. Но любая попытка сопротивления вызывала страшную ярость хеттской армии. Под властью непонятного и часто безжалостного Хатуссилиса молодое государство расширяло свои владения. Его военные успехи навечно запечатлены в фольклоре и аналах хеттской истории. Хатуссилис I положил начало интеллектуальной жизни хеттов. Помимо исторических текстов, относящихся ко времени его правления, с этим же периодом связано множество ранних литературных текстов, а также ранние версии хеттских законов. Хотя хеттские тексты, вероятно, относятся к периоду древних ассирийских колоний, Хатуссилис перенес их в новую столицу, Хатуссу, и действительно возвысил ее до уровня, сопоставимого с Месопотамией и Египтом. Большую часть своего правления Хатуссилис провел в военных кампаниях. Обеспечив безопасность границ царства, он устремил свой взор на горы Тавр, к заманчивым ресурсам и портам Сирии. Перед угрозой надвигающейся хеттской армии сирийские государства образовали коалицию во главе с городом-государством Алеппо, самым могущественным в Северной Сирии. Хатуссилис быстро завоевал и разграбил большинство северных сирийских городов, после чего напал на Алеппо. Но две попытки закончились неудачей. Спустя некоторое время он оставил все сирийские завоевания и вернулся домой. Последняя кампания царя Хатуссилиса завершилась поражением. В 1620-х годах до нашей эры Хатуссилис заболел. На смертном одре пожилой монарх с законным наследником провозгласил своего внука, тогда еще ребенка. Последние слова Хатуссилиса запечатлены на той же самой табличке, которую использовал Бедржих Грозный для расшифровки хетского языка три с половиной тысячелетия спустя. «Прижми меня к своей грудине». «Прижми меня к своей грудине». Это был шаткий период в жизни нового царства. Их великий вождь умер. Новые границы оказались слабыми. Сирия оставалась непокоренной. На трон взошел юный внук Хатуссилиса – Мурссилис. Но едва достигнув 12-летия, юный царь уже был готов завершить неоконченное дело деда. Хатуссилис не смог завоевать Алеппо. Мурссилис, установив контроль над Анатолией, отправился в Сирию и разгромил Алеппо. Затем он направил свой взгляд на процветающие земли к юго-востоку от Сирии на Вавилонию, царство которым правил знаменитый Хамурапи, законотворец. Около 1595 года до Рождества Христова Мурссилис и его армия форсировали Ефрат, прошли почти тысячу километров и разграбили Вавилон. Победа Мурссилиса положила конец процветавшей Вавилонской империи. Отношение Мурссилиса к побежденным, в частности к сирийцам и вавилонинам, было таким же, как у деда. Если враги сдавались без боя, они избегали уничтожения, но если оказывали сопротивление, были примерно наказаны. Их земли сжигались, пленники и трофеи переправлялись в Хатуссу. На трон возводился новый вождь, обычно из местных, который присягал на верность царю хеттов. Около 1590 года царь Мурссилис вернулся домой после длительной и успешной военной кампании. Перспективы царства выглядели обнадеживающе, но все изменило одно кардинальное событие. Убийство Мурссилиса его зятем повергло царство в хаос. В ближайшие 65 лет большинство царей занимали трон, убивая своих предшественников, и мало кто удерживался на нем больше нескольких лет. Молодое царство стало слабым и раздробленным. Казалось, оно на грани распада. Хетты К моменту восшествия на трон царя Телепинуса в 1525 году его царство потеряло большую часть территории на западе и востоке. Вскоре после его воцарения на трон соперники убили его сына и жену. Убийцы были пойманы и приговорены к казни. Но проявив неслыханную сдержанность, Телепинус не стал убивать заговорщиков, он просто изгнал их из страны. Он был свидетелем хаоса, который разрушал его страну в предыдущих поколениях. Повсеместная и обоюдная борьба за царство, убийство. Поэтому, взойдя на трон, он прежде всего озаботился стабилизацией хеттского царства и восстановлением единства в царском семействе, стремясь создать на будущее регулярную форму престола наследия. правило престола наследования Телепинус изложил в одном из наиболее значимых документов в хеттской истории. Он получил название Декларация Телепинуса. Декларация Телепинуса открыла новую главу в уже существовавшей уникальной юридической системе Ближнего Востока. В отличие от современников, хетты основывали свои законы скорее на компенсации, нежели на возмездии. Законы, насчитывающие две сотни статей, охватывали множество аспектов хеттской жизни, от бракосочетания до сельского хозяйства. Это была динамичная юридическая система, развивающаяся и реформируемая по мере изменения условий и возникновения новых прецедентов. Любой житель царства, даже вассального государства на отдаленных землях, мог пожаловаться на несправедливость и добиваться честного правления. Царские указания наместникам и членам своей семьи на этот счет были четкими. В какой бы город ты ни вернулся, собирай всех жителей. У кого есть дело, решай его и удовлетворяй его. Не усложняй простое и не упрощай сложное. «Делай как есть». Своими законами царь хиттов осуществлял желание Бога Солнца защищать слабые классы, и поэтому я не считаю их запретительными законами в плохом смысле. Скорее, они запрещают слишком жестокое правление, которое могло бы вершиться в отношении людей, у которых нет защиты. Законы были адекватными, но наказание за нарушение их зачастую было столь же суровым. Если кто-то оспорит решение царя, его жилище будет разрушено. Если кто-то оспорит решение сановника, ему следует отрубить голову. Телепинус также применил новый подход в международной политике. Он избегал продолжительных войн и подписал первый в истории хиттов договор с территорией Кизуватна. В дальнейшем хитские цари продолжат его стратегию, и со временем договоры хиттов станут не менее эффективными, чем их военные достижения. Договоры имели большое значение для хиттов. Они были словно цемент, скреплявший всю хитскую империю. На самом деле, из всех договоров, дошедших до нас от древнего Ближнего Востока, более половины обнаружено в хитских архивах. Телепинус стабилизировал царство и установил мир, хотя и временный. Растущая военная мощь Египта на юге и нового хурицкого государства на востоке, царство Митания, делали будущие военные конфликты неизбежными. В период войны царь для укрепления армии мог призвать рядовых хиттов. Простолюдины были подданными царя и слугами богов. В хитских текстах редко встречаются описания повседневной жизни граждан. Большинство подробностей можно найти только в хитских законах и официальных документах. Хитское общество характеризовалось жестким расслоением, наверху, разумеется, знать. Армейские начальники и администраторы посередине, а земледельцы, наибольшая часть населения, внизу. Если высшие и средние классы жили в крупных урбанизированных центрах, то большинство простого народа жило в разбросанных поселениях, зачастую далеко от городов. В мирное время народ трудился на земле, предоставленный ему царем в качестве компенсации за военную и прочие службы. Экономической основой царства было земледелие и животноводство. Сельские районы производили продукты питания для всей страны. Фермерство имело столь важное значение, что из 200 хитских законов 40 специально посвящены земледелию и животноводству. Сельские поселения хитов напоминали Дикий Запад. Жизнь была суровой. Высокие горы отрезали многие поселения как от городов, так и один от другого, что превращало путешествие в исключительно сложное и опасное занятие. Пограничные города были уязвимы для нападений разбойников и вражеских солдат. Нередко анатолийские зимы полностью перекрывали коммуникации между соседними городами, зачастую засыпая жилища по крыше снегом. Суровая зима и скудный урожай могли привести к повсеместному голоду. Когда погода позволяла отправиться в путь, фермеры везли свои продукты на хетские рынки, располагавшиеся вокруг крупных городов и замков. Здесь они приобретали нужные товары и ремесленные изделия, а также платили налоги в казну. Хетский рынок был одновременно базаром, налоговой службой и фондовым рынком. Во многом космополитичные эти беспокойные рынки всегда были полны народа, как местного, так и иностранцев, прочесывающих улицы в поисках товара. В пограничном обществе не обходилось без споров. Все дела рассматривались царскими наместниками или городскими старейшинами, которые имели строжайшие указания от царя вершить справедливость. Но более серьезные случаи, такие как колдовство, убийство или прелюбодеяние, должны были рассматриваться только в одном месте при царском дворе в Хатуссе. Это было инженерное чудо. Город в буквальном смысле вырезанный из скалы. Его храмы, дома и царский дворец располагались на площади более 160 гектаров. Это намного больше, чем площадь Древней Трои или Афин. Окруженный внушительными естественными укреплениями и километрами стен, он считался неприступным. В качестве религиозного, экономического и административного центра территории, он был одним из наиболее влиятельных городов Древнего мира и гордостью хеттов. Хатусса действительно была хетским царством. Хатусса состояла из двух районов Нижнего и Верхнего города. Арсеналы, архивы, храмы, резиденция губернатора и зерновые склады, которые обслуживали все царство, все находилось в столице. Царь с ближайшими родственниками проживал в надежно защищенные крепости. Многие значимые здания, особенно имеющие религиозные функции, строились на каменистых обнажениях. Под фундаменты выравнивались огромные скалы. Судя по всему, для них не было проблемой придавать скалам и утесам желаемую форму. Они ставили дома почти на каждом каменистом обнажении, на каждом каменистом бугре, какие были в городе. Обычное хетское сооружение возводилось на каменном фундаменте из обожженных на солнце глиняных кирпичей, укрепленных деревянной рамой. Крыши делались из балок, покрытых камышом и глиной. Хеты были мастерами по камню. Порой они обтесывали скалы весом более 15 тонн. Для просверливания в камне отверстий, предназначенных для деревянных рам, использовались специальные бронзовые трубки. Некоторые стены сложены столь тщательно, что и сейчас между камнями невозможно просунуть даже лист бумаги. Хеты прежде всего были воинами, и они строили свой город так, чтобы это было ясно каждому гостю столицы. Они окружили Хатуссу многокилометровыми массивными каменными стенами со сторожевыми башнями и тайными туннелями, расположенными через каждые 20 метров. В город можно было войти только через 8 основных ворот, укрепленных и строго охраняемых. К воротам можно подняться только по крутым каменистым дорожкам с высокими стенами и двумя башнями, одна снаружи, другая внутри. Тех, кто жил за стенами города, в периоды кризисов приводили внутрь, под защиту. Система безопасности хеттов была настолько строга, что каждый вечер после того, как все укрывались за городскими стенами, специальные чиновники запирали ворота и опечатывали их. Утром в первую очередь проверялись эти печати, чтобы выяснить, не проникли ли в город враги или шпионы. Большинство населения города работало в храмах, религиозных и отчасти административных центрах империи. В храмах размещалось все, кустарные мастерские, статуи божественных покровителей, официальные архивы. В царских архивах скрупулезно собирались копии всех текстов от договоров до молитв. царь мог легко ознакомиться с прошедшими событиями и опереться на опыт предшественников. Одной из самых сильных сторон хеттов является их невероятное чувство истории. Хетты были глубоко убеждены, что настоящее прочно укоренено в прошлом и что каждое принимаемое решение должно опираться на прошлое и что оно, разумеется, будет иметь важные последствия для будущего. Поэтому они создавали архивы, на протяжении столетий хранили свои таблички, чтобы иметь возможность проконсультироваться и извлечь из них пользу для настоящего времени. Одна группа работающих в храмах была жизненно необходима для администрации царства – писцы. Они писали и переводили все хеттские документы и являлись одними из наиболее важных советников царя. Писцы должны были в течение ряда лет осваивать сложное искусство клинописи, изучать языки, которыми пользовались в международной корреспонденции. К тому моменту, когда писцы получали должность при дворце, они уже очень хорошо владели многими языками, были образованы в истории и политике. Государство хеттов не смогло бы функционировать без деятельности писцов. Писцы вели записи, которые давали возможность царю и его чиновникам исполнять свои обязанности как перед людьми, так и перед богами. Шел год 1400 до Рождества Христова. Прошло сто лет после смерти царя Телепинуса. Хетское царство находилось в периоде относительного мира и процветания. Но этому суждено было скоро закончиться. Египет создал военный союз с царством Метания и вторгся на территорию хеттов Сирии. Земли на востоке вышли из повиновения, на западе подняли бунт племена Арцава. Нападение с трех сторон потрясло царство до основ. Но это было еще не что по сравнению с агрессией, которая обрушилась на хеттов с севера. Группа северных племен под названием Каска была печально известна своим коварством и жестокостью. Воспользовавшись ситуацией хаоса, они опустошили приграничные города хеттов на севере и быстро двинулись на юг. Продолжение следует... Даже Хатусса не смогла устоять под натиском каска. Хетская армия оказалась не в силах одновременно сражаться на четырех фронтах. В течение нескольких лет царство потеряло большинство из своих владений, сохранив лишь небольшую территорию в Центральной Анатолии. Разрушения оказались страшнее худших кошмаров хеттов. Враги были уверены, что царство уничтожено. Египетский фараон Аминхотеп III выразился в письме к союзнику. «Я услышал, что все кончено, и страна Хатусса парализована». Но они все ошибались. Хетты восстали от этого поражения сильнее, чем когда-либо. Один человек смог поднять царство из пепла и превратить его в Великую Империю. Позже он станет известен под именем царя-царей и величайший правитель хеттов всех времен. Его звали Супелулума. Супелулума воспитывался бойцом. Он был закаленным в битвах воином и опытным политиком, который тщательно планировал каждый свой шаг. Когда Метания и Каска напали, царем был его отец. Супелулума был его главным советником и соратником. Ситуация в хетском царстве во время правления отца Супелулумы была удручающей. Было ясно, что царь не контролирует территории за пределами древнего центра Хетской империи. Запад потерян. На севере, востоке и юге трудности. И в такой ситуации на сцене появляется принц Супелулума. После падения Хатуссы Супелулума с отцом отступили в столицу провинции Самуха. Там он кропотливо восстановил армию и вознамерился вернуть утраченные территории одну за другой. И хетты весьма быстро вернули себе большинство земель, где силой, где с помощью договоров. Хеттам сопутствовал успех, но в этот момент отец Супелулумы заболел. На смертном адре, ко всеобщему удивлению, он оставил без внимания Супелулуму и назначил преемником другого сына. Супелулума пришел в ярость. Он взбунтовался, захватил трон и организовал убийство брата. Он нарушил правила преемственности царской власти, изложенные в декларации Телепинуса. Хетты Став царем, Супелулума продолжил кампанию по восстановлению царства. Укрепив свои позиции в Анатолии, он захватил земли Арцава на западе и Каска на севере. Хатуса вновь стала столицей хеттов. Затем Супелулума отправился на юг и разгромил могущественную сирийскую коалицию. В течение года большинство территорий Северной Сирии оказались под его контролем. Из всех врагов, нападавших на хеттов, непокоренной осталось только метание. Супелулума не мог успокоиться, пока возмездие не станет полным. Не ослабляя натиска, он напал на метанию и подчинил себе все лояльные ей мелкие государства. Военные победы Супелулума подкреплял политическими. Он создал альянс сирийским городом-государством Угарит. Союз с Угаритом дал хеттам не только доступ к важнейшим торговым путям, но и обеспечил ценный источник податей. Альянс оказался прозорливым политическим ходом. На протяжении двух последующих веков Угарит стал для хеттов важнейшим источником доходов. Супелулума был опытным политиком, но его величайшим достижением стала хеттская армия, самая могущественная для своего времени. Армия включала в себя пехоту и подразделения боевых колесниц. Пехотинцы в основном были вооружены копьями и щитами. В близком бою они применяли бронзовые серповидные мечи и топоры. Армейская жизнь хеттов была суровой и регулировалась строжайшей дисциплиной. Войска должны были быть готовы совершать длительные переходы по пересеченной местности и сходу вступать в бой. Во время некоторых кампаний им приходилось преодолевать под яростно палящим анатолийским солнцем до полутора тысяч километров с полной боевой выкладкой. Элитными подразделениями и гордостью хеттской армии были боевые колесницы. Колесницы были наиболее мощным оружием хеттов. Они вступали в бой первыми и зачастую обеспечивали победу до того, как начиналось непосредственное сражение. Хетты не сами изобрели боевые колесницы, но они их усовершенствовали. В их руках они стали эквивалентом современного танка. У большинства колесниц того времени ось располагалась в конце кузова, в котором находилось два воина. Хетты расположили ось посередине кузова, что сделало колесницу более устойчивой и способной нести больший груз, то есть больше солдат с оружием. Это давало хеттским колесницам превосходство вооружения и людской силе над аналогичными колесницами египтян и хурийцев. Хеттские колесницы наносили огромный урон врагу, выпуская тучи копий и стрел из луков. Они могли наносить удары во фланг противника и поражать бегущих солдат с обеих бортов кузова. Хеттские колесницы наводили такой ужас, что согласно Ветхому Завету их грохот заставлял сирийцев дрожать от страха. Обладая могущественной армией, Супилулума стал сокрушительной силой на Ближнем Востоке. Супилулума пожелал распространить хеттское влияние на Месопотамию. Для этого он решил взять в жены дочь царя Вавилонин. Это представляло проблему, поскольку он уже был женат, и его жена носила официальный титул Таванана, царица хеттов. Супилулума нашел простое решение, которое позволило ему взять в жены Вавилонскую принцессу. Он отказался от своей жены, матери всех его сыновей, и отправил ее в изгнание. Вавилонская принцесса прибыла в Хатуссу и стала женой Супилулумы. Теперь она стала Тавананой, царицей хеттов. После 20 лет правления Супилулума обрел власть над целым регионом. Владения хеттов простирались от Черного моря на севере, до Ефрата на западе и Ливийских гор на юге. Царство, которое Супилулума поднял из руин, превратилось в империю. Но Супилулума не забывал урона, который нанесли его царству враги. Чтобы месть была полной, необходимо было покорить один оставшийся укрепленный пункт метании – город Кархемиш. В 1327 году до Рождества Христова Супилулума осадил город. Пока он ждал капитуляции города, посланник доставил письмо из Египта. Оно положило начало одной из величайших тайн древней истории. Мой муж умер. У меня нет сына, а у тебя, говорят, много сыновей. Если бы ты мог отправить мне одного из твоих сыновей, он стал бы мне мужем. Я ни в коем случае не возьму мужем никого из своих подданных. Я очень боюсь. Автором этого письма была египетская царица Анхис Санамон. А ее умершим мужем был никто иной, как египетский юноша-царь Тутанхамон. Супилулума должен был быть поражен. Этим письмом ему преподносили Египет на золотой тарелочке. Он не мог и мечтать о таком, и, конечно, это не могло не уязвить гордость некоторых египтян, как в древние времена, так и в нынешние. Зачем было египетской царице просить себе в мужья сына царя Хеттов? Зачем обращаться с просьбой к главному сопернику своей страны? Подозревая, что его обманывают, Супилулума посылает своего управляющего в Египет для встречи с Анхис Сенамон. А сам в это время захватывает Кархемиш и возвращается зимовать домой. Весной появляется управляющий с гневным письмом от Анхис Сенамон. «Почему ты говоришь, меня обманывают? Был бы у меня сын, разве я стала бы писать о позоре моем и моей страны чужеземцем? Я не писала ни в одну страну. Я написала только тебе. Говорят, у тебя много сыновей. Дай мне одного из них. Мне он будет мужем, в Египте он будет царем». Это было почти слишком хорошо, чтобы быть правдой. Хетский принц воссядет на египетский трон. Хетты станут величайшей державой мира. Супилулума дал себя уговорить и отправил сына в Египет, чтобы он стал мужем Анхис Сенамон. Царь с тревогой ждал известий о благополучном прибытии сына в Египет. Вестей не было. Наконец, спустя несколько недель, Ганец привез письмо. Принц погиб. Он был убит врагами Анхис Сенамон в тот момент, когда оказался на египетской территории. «О, боги! Зачем они так поступили?» «Атаковать Египет!» «Атаковать Египет!» КОНЕЦ Супилулума привел в Хатусу множество военнопленных, но это, как оказалось, имело кошмарные последствия для Хетской империи. Пленные принесли с собой страшную эпидемию. Болезнь быстро распространялась, буквально выкашивая население. Земли Хеттов опустошались. Мы не знаем природы этой эпидемии, кроме того, что к Хеттам ее занесли египетские военнопленные. Но нет никаких сомнений в ее опустошительном влиянии на хеттские территории, в том, что она унесла огромное количество населения и практически поставила царство на грань голодной смерти. В то время, когда хетты готовились к крупному военному конфликту с Египтом, из Хатусы пришла трагическая весть. В 1322 году до Рождества Христова, на 22 году своего правления, царь Супилулума тоже стал жертвой эпидемии. Согласно хеттскому похоронному ритуалу, тело царя было выставлено для прощания и кремации, которая обеспечивала ему возможность совершить путешествие в загробный мир. Среди присутствующих на церемонии была и вавилонская жена царя. Она сохранит свой статус царицы и преследующем правлении. Эпидемия унесла преемника Супилулумы сразу же после восшествия на трон. Империя за один год потеряла двух правителей. Теперь власть легла на плечи младшего сына Супилулумы, Мурселиса II. Положение Мурселиса на троне было далеко от благополучного. Враги со всех сторон только и ждали подходящего момента для нападения. Но пока наиболее сложной проблемой для Мурселиса была внутренняя. Гигантская эпидемия продолжала уничтожать империю. О боги! Что вы делаете? Чума, которую вы напустили на эту землю. Земля Хатти. Она вымирает. Никто не может для вас готовить жертвенные хлебы и возлияния. Пахари, которые трудились на полях богов, мертвы. Чума не закончилась. Люди продолжают умирать на земле Хатти. Мое сердце болит. Моя душа страдает невыносимо. По какой бы причине не гибли люди, дайте мне знать. В бог грозы Хатти, мой повелитель, спаси меня. Умоляю тебя на коленях, смилуйся. Пусть чума покинет Хатти. Пусть чума покинет Хатти навсегда. Ничто не помогало. В отчаянии народ под предводительством царя обратился к Оракулам. Оракулы открыли причину наказания. Отец Мурселеса, Супилулума, убил своего родного брата Тутхалеса и напал на Египет. И то, и другое он сделал без одобрения бога грозы. Бог грозы Хатти, мой повелитель, и вы, боги, мои повелители, поистине человек грешен. Мой отец тоже был грешен и поступил против слова бога грозы Хатти, моего повелителя. Мой отец умер из-за пролитой крови Тутхалеса. Но я не грешен ни в чем. Из тех, кто грешили и творили зло, здесь сегодня никого нет. Воистину, грех отца ложится на его сына. Значит, грех моего отца ложится на меня. От лица своей земли приношу вам, боги, мои повелители, жертву во спасении от чумы. Я возмещаю долги. Боги, мои повелители, смилуйтесь надо мной еще раз. Наконец, после опустошения страны в течение 20 лет, эпидемия закончилась. Хетты Все цари Хеттов должны были быть воинами. Мурсилис, несмотря на то, что продолжал бороться с чумой в своем царстве, атаковал земли Арцава на западе и одержал полную победу. Заодно он покорил неспокойные земли Каска и обезопасил северные границы империи. Он доказал, что может быть даже более безжалостным к врагам, чем его отец, особенно в отношении тех, кто укрывал беглецов. Поймай его и передай мне, если ты не выдашь его, я приду и уничтожу тебя вместе с твоей землей. Эти тексты показывают нам две довольно разные стороны личности Мурсилиса. В молитвах он предстает очень чутким, гуманным человеком, набожным, скрупулезно относящимся к своему долгу, преданным семье, человеком с очень твердыми понятиями о совести. С другой стороны, его военные записи показывают, что он мог быть абсолютно безжалостным военачальником, таким же, как отец. «Боги, видите ли вы, что она превратила весь дом моего отца в каменный дом своего бога-покровителя? Многие вещи она принесла из земли Вавилонской, другие раздала народу. Она не оставила ничего. Она разрушила дом моего отца». Личной проблемой Мурсилиса, вызывавшей у него наибольшее беспокойство, была его мачеха. «Таванана» — это царский титул, который жаловался царице главной жене царя. Это была весьма влиятельная позиция, как в религиозном, так и в политическом смысле, поскольку она являлась главной жрицей этой земли. Царица сохраняла свой титул даже после смерти супруга, при восхождении на трон его преемника. Порой это становилось источником напряженности между ней и женой нового царя, и это стало проблемой для Мурсилиса. «Таванана» оказалась пресловутой злой мачехой. В последние годы жизни мужа она приобрела особо сильное влияние в царской семье, а после его смерти сохранила доминирующее положение. Это резко не устраивало ее приемного сына, нового царя Мурсилиса. Но по хетской традиции она оставалась правящей царицей. Есть явные признаки того, что Мурсилис пытался вытеснить ее с помощью своей жены Гасулавии. Пока Мурсилис обдумывал, что делать со своей мачехой, он получил трагическую весть из Сирии. Скончался один из его братьев, наместник Валеппо. Спустя несколько месяцев умер и его другой брат, наместник в Кархемише. На девятом году царствования Мурсилис потерял двух своих самых главных союзников. Затем внезапно заболела его жена. Несмотря на все обращения к богам и оракулам, ее состояние ухудшалось. Хетские лекари были беспомощны. Никто не мог диагностировать заболевание. Оставалось заподозрить преступление. О боги! В эти последние дни ваша слуга Гасулавия стала больна. Обратите еще один благосклонный взгляд на принцессу и избавьте ее от болезни. Положите конец этому и верните ее в доброе здравие. И впредь принцесса будет неустанно молиться за вас и до конца дней своих будет прославлять ваше святое имя. Но в течение года жена Мурсилиса умерла. Царь был в отчаянии. Мурсилис посчитал, что его мачеха обратилась к черной магии и стала причиной смерти его жены. Черная магия, особенно в отношении членов царской семьи, считалась в Хетской империи тяжким преступлением. Отныне в Хатуссе колдовство должно быть искоренено. Любой член царской семьи, узнав про колдовство, должен задержать колдуна и доставить его к воротам дворца. Тому, кто не доставит его, будет плохо и для него, и для его дома. Оракулы увидели вину Тавананы. Оракулы определили, что я должен казнить ее. Я не стал казнить ее, но я изгнал ее из дворца жрицы Сиванзанни. Я наказал ее тем, что изгнал из дворца. Мурселис взошел на трон в юном возрасте. Столкнувшись с бедствиями, он сумел сохранить Хетскую империю как одну из передовых ближневосточных стран. Завоевав западные территории, он максимально расширил границы империи. Несмотря на все личные утраты, он поставил Хатуссу в один ряд с Вавилоном и Фивами. В 1295 году к концу правления Мурселиса у границ Хеттов стали роиться новые могучие враги. На востоке Ассирия мечтала прибрать к рукам хетские территории, но самая большая опасность грозила с юга. В конце 13 века в Египте возникла новая могущественная династия. В 1279 году до Рождества Христова, спустя 16 лет после смерти Мурселиса II, восхождение на трон третьего царя XIX египетской династии ознаменовало поворотный момент для Ближнего Востока. Этот новый правитель станет величайшим фараоном в истории Египта. Его имя – Рамзес II. Амбициозный и мотивированный, Рамзес очень хотел утвердить власть Египта в Сирии, на перекрестке Древнего мира. Рамзес II был чрезвычайно богат. Прежде всего, он обладал чувством истории, и в силу этого он очень хотел войти в историю. Он также мечтал сравняться со своими великими предшественниками, такими как Тутмос III, Наполеон Древнего мира, или даже его отец Сети I. Он хотел превзойти их своими доблестями, особенно на поле битвы. К четвертому году пребывания на троне Рамзес решил все свои внутренние дела и обратил взгляд на Сирию. В 1275 году до Рождества Христова он провел разведывательную миссию в своих вассальных государствах и вторгся на территорию хеттов. Рамзес увидел, что египетские вассалы лояльны, а власть хеттов казалась слабой. Можно было начинать завоевание Сирии. Противником Рамзеса в Сирии был правитель хеттов Муваталис, 22-й царь династии и старший сын Мурселиса. Но более перспективным, более одаренным в политическом смысле был младший брат Муваталиса Хатуселис, второй по значимости человек в Хетской империи. Хатуселис был младшим сыном Мурселиса. Он был болезненным ребенком, и никто не ждал, что он доживет до зрелых лет. Когда я был ребенком, моя богиня Иштар направила моему отцу Мурселису во сне моего брата Муваталиса с такими словами «Дни Хатуселиса сочтены, он скоро умрет. Отдай его мне в услужение, пусть он будет моим жрецом. Если сделаешь так, он будет жить». И мой отец отдал меня в услужение богине. Будучи жрецом богини, я совершал возлияние, и так под сенью моей богини Иштар я обрел процветание. Несмотря на чередующиеся приступы болезни, Хатуселис воевал рядом с братом во время Северной кампании и доказал свою значимость как командующего. История его жизни показывает, что он был чрезвычайно амбициозен. Он объясняет свой успех поддержкой богини-покровительницы, но он доказал, что является очень способным воином. И все, что мы знаем о нем по разным источникам, показывает, что его можно назвать еще и образованным человеком. В 1274 году до Рождества Христова Кадеш был под властью хеттов, а Амуру контролировался египтянами. Лояльность других сирийских государств постоянно колебалась то в одну, то в другую сторону. Но Кадеш был главным стратегическим городом Сирии и определял границу между двумя державами. Тот, кто контролировал его, контролировал Сирию. На равнинах Кадеша должна была решиться судьба Ближнего Востока. Оружейники изготавливали оружие. Конники укрепляли колесницы. Пехота без устали тренировалась. Обе стороны готовились к великому сражению. Хетты усилили свою регулярную армию войсками из 18 вассальных государств. Им удалось собрать 37 тысяч пехотинцев и 3,5 тысячи колесниц. Рамзес сформировал в своей армии 4 соединения ОМОН, РА, ПТАХ и СЭТ. В каждом было по 5 тысяч человек. Получилось величайшее противостояние военной силы, какое когда-либо видел мир. Армия хеттов покинула Анатолию и отправилась на юг, к Сирии, по пути присоединяя к себе войска союзников. Хатуссили скомандовал хеттской пехотой и колесницами севера. Рамзес повел свое соединение ОМОН на север, к побережью Палестины. Но, торопясь встретиться с хеттами, он совершил тактическую ошибку. ОМОН оторвался от соединений ПТАХ и СЭТ. В случае нападения Рамзес мог полагаться, кроме своих войск, только на соединение РА, то есть на половину всех своих сил. В мае 1274 года, до Рождества Христова, через месяц после выхода из столицы, египтяне оказались в 15 километрах от Кадеша. Они уже были на вражеской территории. Однако хеттов нигде не было видно. Рамзес приготовился форсировать реку Аронт у Шаптуны. В это время его солдаты поймали двух бедуинов. На допросе те сообщили, что хеттская армия находится в полутора сотнях километрах севернее, под Алеппо, и они так испугались Рамзеса, что бегут обратно домой в Хатуссу. Бедуины солгали. Самонадеянный Рамзес совершил вторую тактическую ошибку. На следующий день он переправился на северный берег реки со своим соединением ОМОН и в очередной раз расколол войска. Он установил лагерь на северо-западной окраине Кадеша, в то время как соединение РА осталось на южном берегу. Соединение Птах и Сет все еще находились на много километров южнее. Шатер Рамзеса уже стоял у Кадеша, когда его солдаты поймали двух хеттских шпионов. Под пытками шпионы заговорили. Вот правитель Хатти уже пришел. Он привел с собой множество чужеземцев-союзников. Они сильны, вооружены и готовы к бою за старым Кадешем. На самом деле армия хеттов находилась на южном берегу и готовилась атаковать соединение РА. Рамзеса обманули. Фараон немедленно направил двух офицеров предупредить соединение РА, которое продолжало выдвигаться к его лагерю. Но было слишком поздно. Рамзеса обманули. Соединение РА сопротивлялось недолго. Оставшиеся в живых в панике ринулись к лагерю Рамзеса, преследуемые всей хеттской армией. От полного покорения Сирии хеттов отделяло лишь соединение ОМОН. Хатуссилес и его брат были полностью уверены в исходе битвы. Теперь победа за нами. Казалось, лишь чудо может спасти Рамзеса. И оно случилось. Фараон сумел удержать свои фланги. Солдаты союзников хеттов, которые представляли значительную силу, сломали свои ряды. Увлекшись трофеями в египетском лагере, они оставили свои позиции и занялись грабежом. В это же время подоспело египетское подкрепление, которое атаковало хеттов с фланга. Хетты, распылив силы, упустили возможность одержать решающую победу. Обе стороны понесли тяжелые потери. Думаю, к концу дня между египтянами и хеттами сложилась патовая ситуация. Хеты потеряли множество колесниц, у египтян в плохом состоянии была пехота. С другой стороны, египтяне сохранили свои колесницы, а у хеттов почти не пострадала пехота. Оба царя благоразумно решили, что так может продолжаться очень долго, и победителя просто не будет. Рамзес увел свои войска в Египет. Муваталис и Хатусселис, потеряв колесницы, не могли преследовать фараона. Хотя хетты и упустили возможность безоговорочной победы, при Кадеше они уничтожили половину египетской армии. В скорости после этого хетты вернули себе провинции Амурру и Аба, что на территории современного Дамаска, и восстановили власть над регионом. Впрочем, напряженность сохранялась еще 16 лет. Битва при Кадеше отбила у египтян охоту продолжать политику экспансионизма. Лично для Рамзеса, скорее всего, это означало конец мечтам о славе и престиже. Но у египтян с этим проблем не было. Правящая идеология обеспечивала представление о постоянных успехах в деятельности фараона. Хетты После столкновения с хеттами, Рамзес украсил стены храмов в Карнаке, Луксоре, Абедосе и Абу-Симбеле, рельефами, отражающими его версию битвы. Благодаря этим выразительным изображениям, битва при Кадеше остается наиболее полно реконструируемой битвой в древней истории, несмотря на всю напыщенность описаний. Я уничтожал их, я убивал их повсюду, и один кричал другому, это не смертный среди нас, это великий Сет, это Баал в своем воплощении. Его деяния превыше человеческих. Никогда ранее один человек без солдат и колесниц не побеждал сотни тысяч. Тенденциозная версия Рамзеса на протяжении трех тысячелетий оставалась единственным историческим источником сведений об этой битве. Но хетские таблички, найденными археологами в Хатуссе в 20 веке, дали более объективное изображение битвы и ее последствий. После сражения при Кадеше, Хатусселис отправился в обратный путь, в Хатуссу. По дороге он остановился в священном городе Лавазания, чтобы воздать почести своей богине-покровительнице Иштар. Там он встретил дочь местного жреца. Она была на 25 лет моложе его и тоже молодой жрецей культа Иштар. Она была молода, элегантна и харизматична. Звали ее Пудо Хебе. Для Хатусселиса она оказалась парой, неспосланной небесами. По воле моей богини я взял в жены Пудо Хебе, дочь Бен-Тип-Шари, жреца, и мы стали семьей. Богиня даровала нам любовь мужа и жены, и у нас были сыновья и дочери. Пудо Хебе оказалась не только преданной женой и матерью. Со временем она стала одной из самых влиятельных женщин в хетской истории. Это единственный известный мне случай в древней ближневосточной литературе употребление слова «любовь» при описании отношений между принцем или царем и его супругой. И это примечательно. Союз между Хатусселисом и Пудо Хебе в основном можно считать практическим деловым политическим союзом. Но я убежден, что он прочно опирался на глубокую взаимную любовь и взаимное влечение, и эти отношения сохранились до конца их совместной жизни. Через два года после сражения при Кадеше, примерно в 1272 году до Рождества Христова, царь Муваталис умер. На трон взошел сын царя и племянник Хатусселиса Ури Тешуп. Хатусселис остался правителем верхних земель. Но их отношения с самого начала складывались непросто. Ури Тешуп с подозрением смотрел на крепнущую власть дядюшки и усматривал в этом потенциальную угрозу для себя. Через семь лет после восшествия на трон Ури Тешуп лишил Хатусселиса большинства его земель и титулов. Реакция Хатусселиса не заставила себя ждать. Тебе конец. Хатусселис собрал на севере армию, поднял восстание и после короткой гражданской войны свергнул своего племянника. Семь лет я подчинялся, но по велению богов и с человеческими желаниями Ури Тешуп решил уничтожить меня. Он отнял у меня Хакписсу и Нерик. Я больше не подчиняюсь ему. Я объявил ему войну. Я пришел к Самухе, чтобы встретиться с Ури Тешупом и взял его своим пленником. Захватив Хатусселис, подобно своему деду Супилулуми, нарушил декларацию Телепинуса. Он оправдал свои действия и поведал о судьбе племянника в искусно созданном Хатусском документе. Впоследствии он получил название «Апология Хатусселиса». Это одна из первых автобиографий, известных в истории. Возможно, один из наиболее выдающихся документов во всем архиве Богаскёй – так называемая «Апология Хатусселиса». Так называемая, потому что он оправдывает свою узурпацию трона. И в ней он дает описание своей предыдущей жизни, совершенно беспрецедентное по своим подробностям. «Апология» – самый ранний текст, в котором мы видим упорную самозащиту деятельности конкретного человека на протяжении всей его жизни. 1267 год до Рождества Христова. На востоке набирала силу Ассирия. Фараон Рамзес II, 12-й год, на троне. Предполагается, что в это время Моисей выводит свой народ из Египта в библейском исходе. В стране Хатте царствует Хатусселис. Теперь Хатусселис III. Рядом с ним его жена Пудо Хебе. Для хеттов наступил период мира и процветания. Первым деловым распоряжением Хатусселиса стало установление прочных политических связей с соседями. Лучшим способом для этого были династические браки и договоры. В качестве первой леди Пудо Хебе выступала в роли царской свахи, организуя браки между членами ее семьи с иностранными царями. Она вела переписку с вождями вассальных государств и даже имела собственные печати для корреспонденции. Она постоянно принимала участие во многих государственных мероприятиях, иногда председательствовала на юридических слушаниях и давала советы супругу в международных делах. Наиболее глубокое влияние Пудо Хебе оказала на государственную религию. Религия хеттов за четыре столетия вобрала в себя огромное количество богов из самых различных культур. У каждого крупного города, у каждого пограничного поселения был свой комплект богов. Такой пантеон с сотнями богов сильно сбивал с толку как самих хеттов, так и их соседей, особенно при сочинении договоров. Их перечень рос и рос. Как главная жрица империи Пудо Хебе, поощряемая супругом, распорядилась собрать и каталогизировать религиозные тексты. Она пересматривала ритуалы и приводила в порядок множество богов пантеона. К концу первого десятилетия царствования Хатусселеса Третьего около 1260 года до Рождества Христова ассирийскую проблему уже нельзя было игнорировать. Хатусселес понимал, что прежде чем отражать угрозу Ассирии, необходимо укрепить египетский фланг. Одновременно соглашение с такой серьезной силой, как Египет, послужит укреплению его имиджа в глазах подданных. Рамзес находился в аналогичной ситуации. В 1259 году до Рождества Христова после десятилетней вражды царь хеттов и фараон Египта подписали мирный договор. Хеттская версия, скрепленная печатями Хатусселеса и Пудухебе, написанная на аккадском языке, была отправлена в Египет. Там ее перевели на египетский и вырезали на стенах храмов в Карнаке и Рамасеуме. Египетская версия соглашения тоже была написана на аккадском и отправлена в Хатуссу. Глиняная копия этой версии выставлена в Стамбульском археологическом музее в Турции. Текст, находящийся в Египте, сочинение Хатусселеса, а текст в Стамбуле – Рамзеса. Обе стороны были довольны соглашением. Благодаря договору, который был подписан между двумя державами, на Среднем Востоке на некоторое время наступил мир. Не только для этих двух держав, но для всего региона. Но самое важное то, что эти люди в те времена держали свое слово, поскольку мир устанавливался между двумя нациями. Это также дало возможность Рамзесу II заняться осуществлением своей амбициозной строительной программы. Вот почему мы имеем все эти сооружения. Мирный договор дал толчок переписке между дворами Рамзеса II и Хатусселеса III, которое содержит более сотни писем. Пятнадцать из них адресовано непосредственно Пудо-Хебе. Так говорит Нефертари, великая царица Египта. Говорит Пудо-Хебе, великой царицей Хетто, в моей сестре. У меня, сестры твоей, все хорошо. В моей земле все хорошо. Да будет у тебя, сестра моя, все хорошо. Да будет в твоей земле все хорошо. Один любопытный обмен письмами касается сестры Хатусселеса. Так говорит Хатусселес, великий царь, царь Хеттоф. Так говорит Рамзесу, великому царю Египта. Позволь моему брату послать человека, приготовить снадобье для нее, чтобы она смогла родить. Я, царь, твой брат, знаю про Матанадсе, сестру моего брата. Говорят ей 50 или 60 лет от роду. Невозможно приготовить снадобье для женщины, которой исполнилось 50 или 60 лет, чтобы она смогла сейчас родить. Пудохебе понимала, что наилучший способ укрепить отношения с Египтом, сделать Рамзеса своим зятем. Однако соглашение пришлось отложить из-за пожара в Хатуссе. Божество, которое определило меня на это место, не отказывает мне ни в чем. Ты, как зять, возьмешь себе в жены мою дочь. Сестра моя, ты обещала дать мне твою дочь. Так ты писала мне, но ты удерживаешь ее, а теперь сердишься на меня. Почему ты не отправляешь ее мне? Не удерживай более свою дочь от меня. Я действительно задержала свою дочь. Ты не будешь осуждать это, ты это одобришь. В настоящее время я не могу отправить ее к тебе. Как ты, брат мой, знаешь, хранилища Хатуссы все сгорели. Дочь в итоге прибыла в Египет и вошла в гарем Рамзеса. Рамзес II теперь стал зятем Хатусселеса III. Египетские художники обессмертили это событие на стене у входа в Абу-Симбел. Хетто-египетская корреспонденция поистине удивительная коллекция писем. На мой взгляд, она подчеркивает огромную важность личных контактов в международной дипломатии. И это прослеживается в самые разные периоды человеческой истории. К старости Хатусселес благодаря серии компаний стабилизировал границы империи, не дав развернуться ассирийцам, и начал в Хатуссе широкую программу строительства. Великий храм был расширен. В верхнем городе появилось множество новых храмов. Началось сооружение святилища в Езеликае. Некоторые из этих проектов продолжались и были завершены уже при правлении его сына. Тут Халияса IV. Субтитры создавал DimaTorzok К 1240 году Хатусселес всегда хрупкого здоровья неизлечимо заболел. Пудо Хебе отложила в сторону большинство своих официальных обязанностей и делала все, что могла, чтобы облегчить его страдания. Она просила у Рамзеса египетских целителей, советовалась с оракулами и умоляла богов. Субтитры создавал DimaTorzok Богиня Солнца Арина, моя госпожа, даруй то, о чем прошу тебя. Субтитры создавал DimaTorzok О богиня, моя повелительница! Хатусселес, слуга твой болен! Если кто-то совершил приношение богам, чтобы наслать зло на Хатусселеса, не принимай этих слов. Прошу, не позволь злу коснуться Хатусселеса, супруга моего. Дай Хатусселесу долгие годы, месяцы и дни. Но мольбы ее были тщетны. Субтитры создавал DimaTorzok Смерть Хатусселеса положила конец одному из величайших семейных союзов Древнего мира. Пудухебе оставалась царицей во время правления своего сына и дожила до преклонных лет. Хетты Правление Хатусселеса стало последним золотым веком Хеттской империи. Теперь царство вынуждено было считаться с нависшей опасностью с востока от альпийцев, а также с набирающими силу вассальными государствами на юге и на западе. Во время и после правления Тутхалияса IV сына Хатусселеса династические распри, засухи и голод нанесли сильнейший урон империи. Хетты утратили контроль над предателями государств-вассалов. Менее чем за 30 лет после смерти Хатусселеса империя, существовавшая четыре с половиной столетия, превратилась из величайшей державы Ближнего Востока в царство, едва способное бороться за существование. Его падение оказалось таким же стремительным и загадочным, как возникновение. Известно всего лишь о четырех царях после Хатусселеса III. Архивы внезапно оборвались. Считается, что империя рухнула одновременно со своими государствами-вассалами Северной Сирии всего через два поколения после правления Хатусселеса, приблизительно к 1200 году до Рождества Христова. После падения империи хетты покинули Северной Сирии и направились на восток и на юг. Хатусса никогда больше не вернула себе той славы, которую имела во время хеттов. Крушение хеттской империи стало также концом бронзового века в Анатолии. Началась новая эпоха, 300 лет периода мрака, за которым наступил Железный век, а на хеттских землях стали появляться греческие, римские, византийские и турецкие поселения. Хетты навсегда изменили Ближний Восток. Своим пантеоном богов, своей юридической системой, мифами и военной силой они установили мост между древними Востоком и Западом. И несмотря на то, что империя хеттов впала в XII веке до Рождества Христова, жизнь ее народа продолжилась. Весь центральный регион оказался потерян для хеттов. Это древняя земля Хатти, но юго-восточные провинции, юго-восточная плата, государство Тавра, государство Ефрата и Северной Сирии продолжили существовать как так называемые неохетские государства, сохранив хетские традиции в письменности, искусстве и архитектуре. Размышляя о том, в чем была главная особенность хеттов, надо сказать, что они не были особо изобретательным и творческим народом. Примечательным в них было то, как они поглощали и сохраняли многие элементы цивилизации, присущие их ближайшим восточным соседям, что позволило им сыграть исключительно важную роль в сохранении и передаче их последующим цивилизациям. А вот на поле международной дипломатии они заметно опередили Древний мир. И это важный момент, поскольку их длительное элиминирование на Ближнем Востоке в равной степени обеспечивалось как на полях сражений, так и благодаря дипломатическому и политическому искусству. Они действительно показали, что в сохранении могущества государства и во влиянии на конкретный регион дипломатия может быть как минимум не менее эффективной, чем военная сила. Хетты оставили неизгладимый след на Ближнем Востоке. Каждый регион Турции резонирует с их монументами, памятниками материальной культуры и надписями. Голоса Супилулумы, Хатуссилеса, Мурссилеса и Пудохебе откликаются эхом в каждом уголке этой земли. А обширные руины Хатуссы напоминают нам о былом величии Хеттской империи. Субтитры создавал DimaTorzok